здравствуйте меня зовут дмитрий шерихин и уже больше 10 лет я занимаюсь разработкой статического анализатора речь в сегодняшней лекции пойдет о практическом применении статического анализатора в цикле разработки с точки зрения практического применения статического анализатора пользователей можно разделить примерно на три группы во первых это специалисты по информационно-технологическому обслуживанию их первоочередной задачей является то как интегрировать статический анализатор в цикл разработки во вторых это программисты их задача является то как исправить дефекты и третье это специалисты по безопасности в их задачу входит оценить и увеличить степень безопасности продукта исходя из этих задач статические анализаторы по разному решают основные практические вопросы связанные с анализом исходного кода во-первых это то что анализировать здесь существует два основных подхода явное задание целей и автоматическое определение во вторых затем возникает вопрос о том как анализировать в этом вопросе и проявляется различие статических анализаторов о том какой подход использовать какие ресурсы для этого какие евристики применять очень важным также является вопрос о том какие данные предоставить пользователю о том как показать результаты анализа как помочь ему понять в чем состоит дефект и в конце концов о том как хранить результаты анализа и как их затем обрабатывать перейдем к обсуждению представленных вопросов более подробно при явном указании цели анализа как правило просто перечисляют исходные файлы или папки содержащие исходные файлы которые нужно проанализировать некоторые инструменты такие как представленные на снимке экрана spotbox предоставляют возможность создания проекта для анализа однако далеко не всегда можно явно указать весь список файлов для анализа и описать то как именно нужно генерировать внутреннее представление для их анализа поэтому использует автоматическое определение целей к видам такого определения целей можно отнести непосредственно использование файлов проекта для генерации целей например solution file.sln можно использовать плагин в среде разработки и использовать программный интерфейс среды разработки для получения необходимой информации о списке анализируемых файлов также можно использовать аналогичным образом плагин для системы сборки и получать эту информацию оттуда другим способом является использование точнее парсинг логов системы сборки для первых из этих подходов существует очевидное ограничение состоящее в том что они применимы только для определенных сред разработки или систем сборки в то же самое время последний подход перехвата сборки может быть реализован с помощью интерфейсов операционной системы что позволяет ему быть использованным для генерации целей при использовании любой из систем сборок или сред разработки что обеспечивает максимальную гибкость в процессе статического анализа для поиска нетривиальных дефектов требуется обработать значительные объемы данных причем чем большим количеством свойств обладает анализ тем больше данных требуется обработать так как задача статического анализа алгоритмически неразрешима то при практическом использовании статических анализаторов применяют разнообразные способы для увеличения производительности анализа. К основным способам увеличения производительности анализа относят распараллеливание анализа в несколько потоков, переиспользование промежуточных данных, в том числе с предыдущих анализов, а также эффективные стратегии отсечения неперспективных путей. Для того, чтобы статический анализатор мог быть применен на практике, есть одно неочевидное требование – детерминированность анализа. Оно заключается в том, что результат анализа одних и тех же исходных кодов в одном и том же окружении должен быть в точности таким же. Более строгим требованием также является то, что анализ схожих исходных кодов в схожих окружениях является также схожим. Самым частым видом нарушения данного требования по нашему опыту являлось то, что включение или выключение разных детекторов приводило к изменению результатов в не относящихся к ним детекторах. С точки зрения ускорения анализа одним из самых эффективных способов для достижения этого является использование инкрементального анализа, а именно переиспользование как можно большего объема информации с предыдущих анализов, например, резюме функций, которые не изменились. Однако с точки зрения анализатора существует целый ряд сложностей, с которыми приходится справляться. Например, определение того, какие объекты нужно переанализировать, а какие нет. Другой проблемой является то, что для хранения промежуточных результатов требуется достаточно большой объем дискового пространства. В анализаторе Sways, разрабатываемом в ESPRAN, мы решили эту проблему с помощью загрузки данных с сервера, что позволяет экономить локальные ресурсы для анализа. Несмотря на постоянное развитие, приемы статического анализа, используемые на практике, обладают определенными неточностями, из-за чего появление ложных срабатываний является обычным делом. Для их отсечения статический анализатор использует разнообразные приемы, такие как отсечение известных шаблонов о ложных срабатываниях, сокрытие наименее вероятных срабатываний или показ их пользователю после того, как будут показаны более вероятные срабатывания и разнообразные другие приемы. Среди возможных расширений функциональности статического анализатора с помощью данных, предоставленных пользователям, можно выделить следующие подходы. Во-первых, это описание дополнительных типов дефектов на специализированном языке. Во-вторых, это написание аннотаций для функций, типов или других конструкций анализируемого языка. В-третьих, это написание спецификаций для сторонних функций, исходный код которых недоступен в процессе определения целей, а также поддержка специальных комментариев, которые могут определенным образом подсказать дополнительную информацию анализатору. Даже истинное предупреждение об ошибке будет бесполезным, если анализатору не удастся объяснить пользователю его суть. В этом смысле у анализатора существует много сложностей с тем, как представить сущности с уровня анализа в понятном для пользователя виде. Например, как представить результат анализа в тех сущностях, которые используются в исходном коде, а также как представить в трассе сложные связи и пути. Например, сложные меропроцедурные вызовы, код в макросах и другое. Другой сложностью является выбор хорошего компромисса в построении точек трассы. Слишком лаконичные трассы могут давать недостаточной информации пользователю для понимания сути дефекта. В то же самое время слишком подробные трассы пугают пользователя и они, как правило, помечают такие предупреждения как ложные. Другой дополнительной сложностью является то, что сами по себе дефекты сложны для понимания и, как правило, требуют достаточно высокой квалификации от пользователя. При объяснении анализатором выдачи предупреждения могут потребоваться дополнительные информации, такая как развернутое сообщение о причине возникновения дефекта, трасса проявления или возникновения дефекта, классификация типа дефекта, например, CVE, оценка критичности самого дефекта или типа дефекта. Также могут помочь приведение примеров похожих дефектов и предложение по исправлению конкретного дефекта. При этом, в зависимости от цели использования, формат вывода результатов может быть как удобен для чтения человеку, так и удобен для машинного разбора. В частности, для последнего инженерами компании Microsoft был предложен формат Сариф, который понемногу становится де-факто стандартным для представления результатов статических анализаторов. Наконец, помимо выдачи конкретных предупреждений, от статического анализатора требуются возможности по работе в целом с отчетом о выданных предупреждениях и о истории результатов. Например, необходимо фильтрация выданных предупреждений по группам, типам, по их достоверности или другим свойствам. Требуется отсев ложных срабатываний или сокрытие ранее выданных предупреждений, а также генерация отчетов о статистике выданных предупреждений и другой статистике. Для решения этих вопросов в статическом анализаторе Swace используется специальный сервер истории Swacer, речь о котором пойдет в одной из последующих лекций. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok